Всем привет! Перед вами каменно-угольная флора, которая образовалась в каменно-угольный период, или еще называется он карбон. Предпоследний геологический период палеозойской эры, который начался 358 миллионов лет назад и закончился 298 миллионов лет назад. Уровень кислорода в то время в атмосфере составлял всего лишь 35%. Значит, в то время появляется очертание величайшего суперконтинента в истории Земли, Пангеи. Пангея образовалась при столкновении Лавразии, она включала Северную Америку и Евразию, с древним южным суперконтинентом Гондваной. Незадолго до столкновения Гондвана повернулась под часовой стрелки, так что ее восточная часть, Индия, Австралия, Андрокида переместилась к югу, а западная, Южная Америка и Африка оказалась на севере. В результате поворота на востоке появился новый океан Тетис, а на западе закрылся старый океан Рея. В это время океан между Балтикой и Сибирью становился все меньше. Так вот, перед вами флора каменно-угольного периода, которая была представлена в основном споровыми, которые относятся к папоротникообразным, древовидные папоротники, хвощи, плавуны, кардоиды. В конце периода появились первые хвойные. Пышное развитие наземной флоры способствовало мощному углеобразованию. Во всех частях света образовались залежи каменных углей, местами достигающие огромных размеров. Большие месторождения углей находятся в Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, Польше, США, ну и других странах. На долю каменно-угольного периода приходится около 15,5% мировых запасов углей. Сейчас вам покажу ближе. Вот, берем большой кусок угля и перед собой, вы видите, сохранившиеся фрагменты антрацитовой корочки, которая представляет остатки непосредственно самого растения. Вот, видите, типа папоротника. Этим растениям около 300 миллионов лет. Этот уголь добывается на большой глубине. Вот. Вот, видите, останки. Ну, это маленький кусочек. Типа папоротника. Растения. Как раз из их семейства. Вот такая история тоже была. Одна из древнейших историй. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.